Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваш» и очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии председатель Кабинета Министра Чувашской Республики Иван Моторин. Добрый вечер, Иван Борисович. Добрый вечер. Очень хотелось бы начать разговор с приятной такой темы. Это индекс инвестиционной привлекательности региона, кредитный рейтинг нашей республики растет. Что стоит за этим и как отражаются эти цифры и факты на экономике Чуваши? Это большая работа правительства республики, органов муниципалитетов по продвижению имиджа республики именно в инвестиционной сфере. Вы знаете, что второй год уже практически все субъекты федерации участвуют в этом рейтинге. В 2015 году мы были в 10-е, 9-е, сегодня мы подтвердили свой высокий статус, 6-е. Соответственно, это та работа, которая отражает имиджевые преобразования в республике, ну и открытость для бизнеса, в первую очередь. Высказывается время от времени мнение о том, что рейтинги – это пустая забава, которая не несет за собой ничего, кроме пиара. Так ли это? Ну почему? Любой рейтинг, и кредитный рейтинг, и инвестиционный – это в первую очередь оценка надежности в данном случае субъекта федерации и работа субъекта над теми преобразованиями в экономике, которые ставит перед нами правительство Российской Федерации. Что касается инвестиционного рейтинга, он довольно широкий. В 2015 году участвовало в опросе 230 тысяч предпринимателей и организаций. В этом году уже 400 тысяч, это порядка 8% от наших действующих в Российской Федерации предпринимателей. То есть это довольно высокий такой процент охвата, и, соответственно, здесь в первую очередь оценивают нас сами предприниматели. Поэтому я считаю, что рейтинг в данном случае отражает действительную ситуацию по работе, которую проводит правительство Чувашской Республики. Тем более здесь оценка идет по 45 показателям, по четырем направлениям. То есть это и поддержка малого бизнеса, и инфраструктурные преобразования, которые мы проводим, и надзорная деятельность. То есть, в принципе, все аспекты, которые создают инвестклимат. Каким образом бизнес-сообщество отзывается на изменение этих, в частности, в нашем случае повышение рейтингов? То есть заметно ли повышение инвестиционной активности? На сегодня мы видим, что у нас реализуются проекты в различной сфере. Мы работаем над занятостью, то есть с учетом даже проблем крупных предприятий, которые имеются в субъекте, мы решаем задачу занятости. Это говорит о том, что бизнес развивается, открывает новое производство и создаются рабочие места. Наверное, это самая главная оценка. Ну и в самом рейтинге участвуют сами предприятия, сами предприниматели. То есть они, в первую очередь, оценивают ситуацию в регионе, а не чиновники. О других итогах Санкт-Петербургского экономического международного форума тоже хотелось бы поговорить. Насколько оказалось плодотворным участие главы Чувашской республики в этом форуме? С учетом того, что июнь всегда напряженный в республике, и глава республики зачастую даже на таком мероприятии уделяет, буквально один день находился на форуме 17-го числа. И поэтому над программой участия главы республики министерства профильные начали работать задолго до этого. И, соответственно, и встречи, и подписание соглашений, и участие в официальных мероприятиях у главы республики были очень напряженные, насыщенные. Из них можно выделить подписание соглашения с Кировской областью, предыдущие действия с 2001 года. Недавно у нас была делегация Кировской области по обмену опытом. Мы обнаружили, что целое это направление у нас выпало, это культурное сотрудничество по физической культуре в области образования. Вот новое соглашение все эти моменты отражает. Также были подписаны соглашения с ОСИ в области продвижения рабочих специальностей трехсторонних со стороны Кабинета министров ОСИ и со стороны Ассоциации по WorldSkills. Вы знаете эту тему. Сегодня республика активно туда вошла. Я думаю, что тоже будет носить практическую сторону. Также было подписано соглашение по сотрудничеству с Ассоциацией государственного партнерства. Но помимо этого были и деловой завтрак Сбербанка, и встреча в банке ВТБ. То есть, в принципе, очень такой рабочий визит, который даст нам практическую часть для реализации этого же правительства республики. Вы уже упомянули как раз о центре развития государственного частного партнерства, который собирается зайти достаточно активно в республику. В то же время у нас уже есть один из самых успешных проектов. Это государственного частного партнерства, наш мусороперерабатывающий завод. Он стал примером для многих регионов. И никто не отрицает его высокотехнологичности. Но людей в республике пугает рост тарифов. Известно хотя бы какая-то предварительная стоимость. Расчеты делались и на стадии заключения договора конституционного соглашения. И, соответственно, расчеты сегодня будут окончательно сформированы после сдачи объекта и подтверждения его стоимости центра ценообразования при Минструе Чувашской республики. И там уже будет понятна его стоимость, как оно ляжет в тарифную составляющую. На сегодня у нас действуют временные расчеты, так как объект пока не сдан. И идет не утилизация отходов, а накопление их. Есть такой термин в новом законодательстве. Я надеюсь, что мы в ближайшие месяцы всю работу по вводу объекта завершим. И тогда у службы по тарифам будет возможность уже на следующий период регулирования тарифного установить окончательный тариф. Сегодня нужно разделять здесь услугу. Есть услуги по транспортировке, которые на сегодня не регулируются. И есть тарифы на утилизацию. Соответственно, если мы рассматриваем для конечного потребителя, жителя, то для него услуга в той плате, которую он вносит, она изменилась незначительно. Порядка 26-30%. То есть до введения полигона нового он вносил в плате порядка 160 рублей. Сегодня чуть больше 200 рублей. Если рассматривать это с разделением для компаний, которые оказывали услуги по перевозке, для них, конечно, эта стоимость изменилась, потому что в свое время у нас действовала свалка. Соответственно, там не осуществлялась ни сортировки, ни нормальной утилизации. По законодательству свалка не может уже работать с ноября прошлого года. Соответственно, мы эту работу не имели права осуществлять. Для них, если они осуществляют утилизацию на новом полигоне без современных методов работ, то есть без сортировки, прессовки, используя нового оборудования, конечно, для компаний, которые осуществляют перевозку, только осуществляют перевозку, тариф изменился значительно. Но надо ориентироваться, в первую очередь, на жителей. Жители сегодня могут получить эту услугу со стороны, к примеру, спецавтохозяйств, еще ряда организаций. По конкурентной цене, как я сказал, уже 200 рублей, она изменилась порядка 30%. Но окончательно надо понимать, что после ввода объекта мы уже будем определяться по стоимости этой услуги, подбив всю стоимость данного проекта с учетом, в том числе и процентов, которые мы обязаны будем выплатить в рамках пользования деньгами. Иван Борисович, один из критериев, по которому предприниматели бизнес-сообщества оценивают общую рейтинговую картину, это состояние дорог. Насколько развита дорожная сеть, в каком физическом состоянии они находятся. В нашей республике на ближайший год какие приоритеты, что будет сделано и что, возможно, придется отложить на ближайшее какое-то время? Основной приоритет – это приведение дорожной сети в нормативное состояние. Если сегодня говорить об этом показателе, то порядка 66% дороги находятся в ненормативном состоянии. Данное направление приоритетное и в Российской Федерации, программа, которая сегодня действует, задача стоит привести дороги в нормативное состояние. То есть, соответственно, чтобы жители республики, гости, пользуясь дорогами, ощущали их качество. То есть, задача не стоит о приросте новой сети дорог. В Чувашии, в общем-то, плотность, она достаточно, оптимальная. Сегодня вопрос модернизации. Что делается? Во-первых, объем финансирования беспрецедентный за последний год. Порядка 4 миллиардов рублей предусмотрено из всех источников. Это и федеральные, и средства дорожного фонда. А если еще добавить то, что ряд муниципалитетов находят свои средства, то он еще больше. В общем-то, где-то порядка 4,5 миллиардов рублей. Приоритеты были расставлены, ну, в первую очередь, это, как я уже сказал, на приведение дорог в нормативное состояние. То есть, это ремонт и модернизация, поддержка городских округов. И вы видите целый ряд проектов и в Чебоксарах. Ново-Чебоксарское наше Шумерле запущено. И в этом году объем средств, которые будут выделены на городские округа, вот на их приоритет, порядка миллиарда рублей. Будет сохранено направление, это дворовая территория, ну, опять же, ремонт. В принципе, вот то, что мы ставили перед собой, это все сохранилось в планах. Сейчас одна из тоже приоритетных задач на российском уровне приводит в нормативное состояние мостовые переходы. Мы сейчас подготовили заявку, и вот надеемся, что несколько объектов у нас поучаствуют, которые подходят по критериям, предложения со стороны Росавтодора мы получили. Тоже это будет нашим приоритетом на ближайшее время. Надеюсь, что и объем дорожного фонда в ближайший год сохранится. Ну и, соответственно, будет возможность эффективно использовать эти средства. В конце прошлого года в адрес Минтранса звучали упреки в несвоевременном освоении средств на ремонт, на содержание дорог. Вот в этом году что предпринимается для того, чтобы такая ситуация не повторилась? В прошлом году по содержанию проблем не было. Это все-таки плановая работа. И организации, которые имеют контракты на руках, у них все это прописано. И они заинтересованы в своевременном содержании дорог, так как по актам выполненных работ они получают вот эти суммы. Были определенные задержки с получением федеральных средств и проведением конкурсных процедур. Это, в частности, касалось и проспекта Айги, то есть город Чебоксар затронуть, и Московского моста. И ряд проблемных объектов, где работал Чуваш Автодор. Ввиду кризисной ситуации в организации, он просто не смог выполнить свои контрактные обязательства. Это и в Урнавский район мост, на слуху это, и в Канаше дорожная сеть. Это проблемы в Новочебоксарске у них были по десятой пятилетке. Не завершен до конца был Морпосадский шоссе. Там, в частности, не построен пешеходный переход. Контактная сеть не перенесена, троллейбусная. Сегодня по большинству названных объектов проблема решается через расторжение договоров, определение новых подрядных организаций, которые выполняют эту работу. Соответственно, есть сегодня проблема именно по содержанию. Я сказал, что в 2015-м ее не было. В 2016-м она появилась, так как значительная часть республиканской муниципальных дорог закреплена за Чуваш Автодором. А сегодня организация вошла в конкурсную процедуру. И, соответственно, не может осуществлять свою просто даже элементарную деятельность по содержанию дорог. Перед Минтрансом стоит задача этот вопрос решить, так как есть жалобы и жителей, и глав муниципальных районов. Эта проблема известна главе республики. Он ставил эту задачу перед правительством. Наша задача ее решить в сжатые сроки. Я думаю, что во второй половине года мы войдем в нормальный режим работы. И все вот эти хвосты, так скажем, догоним, подотрем, и все будет нормально. Сегодня задача, еще раз подчеркиваю, одна. В те объемы, которые мы укладываем с Дорожного фонда, выполнить работу качественно и в свое время. Иван Борисович, буквально на днях в Чебоксарах прошло совещание, которое провели секретарь Совета безопасности и полномочный представитель президента России в Приложском федеральном округе. обсуждалась очень интересная тема безопасности информационных систем и ресурсов, которые используют в своей непосредственной деятельности органы государственной власти. И вот повод достаточно серьезный. Увеличилось количество хакерских атак как раз именно на ресурсы, на сайты вот таких организаций. Какая оценка нашей работе дана на этом заседании? На что нужно обратить внимание? В целом, наверное, отдельно регион не оценивался. Вообще ставилась проблематика, что сегодня время информационных технологий. Соответственно, зачастую безопасность сместилась именно в эту сферу. И данная проблема касается не только Российской Федерации, а в целом многих стран. Это и есть проблемы в Соединенных Штатах, Америке, Китае, в Европе. И наша задача, соответственно, усиливать здесь работу в рамках действующего законодательства. Акценты были расставлены. Много вопросов не зря это безопасно обсуждалось в таком закрытом режиме. Сейчас выйдет протокол совместного совещания. И мы практическую часть будем уже реализовывать совместно с нашими партнерами в другими регионах. Иван Борисович, вот эта неделя у нас праздничная. А в преддверии Дня Республики, уже по такой сформировавшейся давно хорошей традиции, обязательно открываются различные социальные объекты, может быть, возможно, промышленные. В этом году в каких отраслях произошло движение и что планируется? Почти подарка Дня Республики. Этот процесс, наверное, не только с Днем Республики связан. Он имеет такой непрерывный характер. Мы же начинали сегодняшний разговор именно с инвестиционной привлекательностью. И как раз ввод новых объектов подчеркивает, что бизнес развивается, расставляет акценты. И, соответственно, он увидит, где можно получить прибыль. Буквально несколько дней назад обсуждались изменения в химической отрасли на химпроме. И как раз говорилось о целом ряде проектов, которые химпром запустил. Буквально недавно, опять же, на днях главы Республики открывался контактный центр «Газпромбанка». Это 500 рабочих мест. Планируется в ближайшее время открытие домостроительного комбината в Новочебоксарске. Это уже четвертый проект, который реализуется на этой площадке. Вторая очередь предприятие «Эко» будет запущено на трактор строителей проспекте. В Канаше планируется запустить, опять же, в химической отрасли проект компании «Аурат-СВ». Это по выпуску неорганических минеральных солей. Все проекты реализуются с применением современных технологий. Инвесторы, опять же, это частная инвестиция. Фактически без поддержки Республики или муниципалитета мы создаем условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Реальные проекты, которые будут введены в ближайшие дни. Также планируется ввод в несколько фирм в сельском хозяйстве. Тоже проекты подготовлены, важные для отрасли в целом. Я думаю, что мы их все в ближайшее время увидим и оценим работу и отраслевых министерств, в первую очередь. Ну и самое главное, тех инвесторов, которые верят в Республику, вкладывают в СССР и реализуют проекты. — Иван Борисович, хотелось бы еще поговорить о создании перспективы создания инжиниринговых центров. По какому принципу они формируются? — Есть целый ряд программ и направлений, которые определены уже на федеральном уровне. Это инжиниринговый центр, который реализуется по линии Минобразования России и Минпромторга. Мы первую попытку сделали в прошлом году по участию, заняли 11 место в рейтинге заявок. Было поддержано 10 заявок, может быть, с точки зрения спортивного результата немного огорчительный. Но нам это дало опыт подготовиться уже в текущем году. И при нынешнем отборе мы совместно с коллегами заняли первое-второе место в нашей заявке. — Вторая попытка оказалась более успешной. — Вторая попытка более успешная. Получит наш университет имени Ульянова порядка 100 миллионов рублей на свою уставную деятельность, которая будет направлена на приобретение, в первую очередь, оборудования для кафедры транспортного, машиностроения и сельскохозяйственного. Есть партнеры, это тракторные заводы, еще ряд малых предприятий, которые заинтересованы в подготовке кадров университета на этом современном оборудовании. Как результат, наши специалисты получат возможность хорошего обучения. Ну и следующий факт — это трудоустройство их на предприятиях региона. — Каким образом это пересекается с Центром развития компетенции? — Центром развития компетенции WorldSkills, так называемое движение, в котором республика участвует с 2012 года. Мы идем по нарастающей. У нас сначала было две компетенции, сейчас 11. А вот в рамках реализации того соглашения, которое мы опять же, по линию Минобразования, были отобраны, создание семи центров, там их будет порядка 30 различных компетенций. — 30 новых или все вместе будут? — Все вместе. Там базово их чуть меньше, за которые мы несем ответственность. Но вот именно с учетом смежных их будет порядка 30 компетенций. Там немножко акцент смещен не на высшее образование, а на создание именно рабочей профессии. Соответственно, это специально, начиная от каменщика, условно говоря, заканчивая в области электротехники. И основная задача, опять же, совместить процесс обучения на среднеспециальных образовательных учреждениях на современном оборудовании, с подготовкой кадров именно для предприятий. Но мы должны подтвердить это на уровне не только Российской Федерации, но и мировом, участвуя в чемпионатах WorldSkills, которые будут проводиться как в России. В 2019 году планируется мировой чемпионат в городе Казани. Соответственно, развивая этот центр, мы должны подготовить чемпионов. То есть наши специалисты будут по рабочим специальностям катироваться даже на мировом уровне. Задача поставлена такая. – Иван Борисович, и в завершение нашего разговора, такой вот несколько вопросов не совсем по теме нашей всей беседы. В последнее время очень часто звучит термин, вот их, кстати, на Санкт-Петербургском форуме, его упоминали достаточно часто, новая экономическая реальность. Вот как вы это понимаете, что такое для нас жить в новой экономической реальности? – Ну, первое, наверное, все-таки, этот термин появился с учетом санкций, которые действуют против Российской Федерации, и часть санкций Российской Федерации ввела против ряда стран. Наверное, когда этот процесс набирал обороты, все почему-то считали, он будет носить коротковременный характер. Сегодня вот новая реальность, что в этих условиях придется жить на протяжении более длительного времени. Сейчас уже вспоминают там и поправки, которые действовали в Соединенных Штатах Джонсона Веника, которые там действовали из-за того, что было ограничение по выезду граждан Российской Федерации за рубеж, иммиграции, в 90-е годы это отменили, а сама поправка еще лет 20 действовала. И сегодня, к сожалению, такие разговоры идут, что это реальность на более длительный срок. Это первое. Второе. Все почувствовали сегодня, есть серьезное ограничение финансирования со стороны и институтов развития, и банковского сектора, проектов. И, соответственно, проекты должны быть более просчитаны, и подход к ним серьезный со стороны финансовых институтов. И эти ограничения, скорее всего, тоже будут носить такой долгосрочный характер. Но в то же время есть для целого ряда секторов экономики возможность именно сегодня нарастить свое присутствие как на российском рынке, выйти на зарубежные рынки, в том числе развивать направления, которые последние 15-20 лет, может быть, неактивно у нас развивались, и производство оборудования, и какие-то новые технологии. Сегодня в новой реальности, соответственно, если есть возможности, есть компетенции и ресурсы, эти направления можно эффективно развивать. И то, что мы в ходе беседы как раз обсуждали, что целый ряд проектов сегодня реализовывается, это как раз новая реальность, что независимо от тех ограничений, которые имеются, ряд предпринимателей пользуются возможностями рынка и реализуют свои проекты. Иными словами, это не какое-то временное явление, это всего лишь новые условия задачи. Наверное, так, что нужно рассматривать, что в ближайшей перспективе нужно работать в этих условиях. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Кабинета Министра Чувашской Республики Иван Моторин. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова